У нас на очереди рубрика для всех, кто неравнодушен к автомобилям, кто не представляет свою жизнь без скорости и комфорта. Сегодня мы расскажем о последних новостях в мире автоиндустрии. Компания Acura начинает продажи обновленного седана ALX. Автомобиль еще на стадии разработки позиционировался как модель для молодых водителей. Для этого в конструкцию внесены серьезные изменения. Например, усовершенствована подвеска и шасси, что улучшает динамику вождения. Что касается дизайна, то обновлена передняя и задняя части автомобиля, решетка радиатора, также появились задние светодиодные фонари. А вот под капотом без перемен. Все тот же трехлитровый двигатель мощностью более 200 лошадиных сил. Коробка передач автоматическая, но с двойным сцеплением. Кроме того, инженеры встроили в автомобиль современные системы безопасности, которых так не хватало в прошлых версиях Acura. Теперь за жизнь водителя отвечают технология предотвращения столкновений, система оповещения о фронтальном столкновении и система контроля движения на полосе. Компания Jaguar Land Rover отзывает более 100 тысяч автомобилей по всему миру из-за неполадок в тормозной системе. Автопроизводитель обещает осуществить замену передних тормозных шлангов, которые могут разорваться. В этой сервисной компании участвуют модели, сошедшие с конвейера в период с 15 апреля 2005 года по 14 сентября 2012 года. Сам отзыв начнется 13 марта. Кроме того, в сервисные центры отправятся более 5000 моделей Jaguar X, выпущенных в период с 4 марта 2011 года по 20 марта 2014 для замены программного обеспечения. Авария – штука неприятная, даже самая мелкая. А именно, они чаще всего и случаются с нами на парковках, где очень тесно, нет ни знаков, ни разметки, и случайно зацепить кого-нибудь проще простого. Естественно, сейчас все машины застрахованы по ОСАГО, да и КАСКО у многих. Но стоянки – это же не проезжая часть. Распространяются ли на них общие правила дорожного движения? Сначала разберемся, стоит ли вообще вызывать сотрудников ГИБДД, если у вас ОСАГО. Или можно и так обойтись? 306-й федеральный закон от 1 декабря 2007 года не запрещает водителям, участвующим в ДТП, оформлять происшествия без участия сотрудников полиции. Но здесь немаловажным условием является то, что в происшествии участвуют не более двух транспортных средств. Оба участника согласны с обстоятельствами происшедшего, и не имеют никаких противоречий. И размер причиненного материального ущерба составляет не более 25 тысяч рублей. Это называется Европротокол. Удобно, конечно, но сможете ли вы определить такой ущерб на глаз? Чтобы принять решение, обязательно проконсультируйтесь с техцентром, где планируете ремонт. Обязательно оповестите о случившемся страховую. Затем составьте схему аварии. Когда все документы согласованы, оба водителя ставят подпись и отдают их страховщикам. В случае же, когда вы единственный участник аварии, например, не заметили на парковке ограду или другое препятствие, то это уже ваши проблемы, и чинить машину будете за свой счет. Теперь о том, есть ли у вас страховка КАСКО. Сотрудников ГАИ нужно вызывать в любом случае, независимо от того, произошло ли ДТП на дорогах общего пользования, на закрытой территории, во дворе, на охраняемой стоянке или так далее. То есть оформление только через ГИБДД. Так что наберитесь терпения. А вот чего делать точно нельзя, так это разбираться на месте, наличными. Во-первых, это незаконно. А во-вторых, если вы нарветесь на мошенника, через какое-то время вас могут вызвать в органы в связи с тем, что вы якобы покинули место аварии. А это лишение прав или даже арест. Так что если авария на стоянке все-таки случилась, ни в коем случае не уезжайте. Лучше потратьте время на оформление документов. Это закон, а с ним шутки плохи. Свершилось. В России произошло первое в истории ДТП с участием робота. Этот неприятный инцидент случился на выставке современных технологий в Перми, где робот трудился промоутером. На выходе из здания железный пешеход замешкался на переходе и угодил прямиком под колеса автомобиля. Видимо, в ПДД пора вводить новый дорожный знак. Осторожно, роботы!